ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские водители стали реже игнорировать некоторые пункты ПДД. Так, в 2016 году число автомобилистов, привлеченных к ответственности за нетрезвое вождение, сократилось по сравнению с 2015 на 100 тысяч. В два с лишним раза уменьшилось количество тех, кто не уступает дорогу спецавтомобилю. Самое большое снижение в три раза зафиксировано по части организации движения крупногабаритных транспортных средств. ТРАССА СТО ОДИН Российские ученые разрабатывают психологические тесты, которые в будущем придется сдавать ученикам автошкол. В частности, испытания помогают определить уровень агрессивности и враждебности человека, сценарий его поведения при возникновении нештатной ситуации. Некоторые эксперты относятся к такому начинанию скептически, упоминая возможный рост коррупции и нехватку квалифицированных психологов. ТРАССА СТО ОДИН Производители автомобилей премиум-класса хотят обратиться к правительству страны с просьбой поднять с 3 до 5 миллионов рублей стоимость машин, на которые распространяется налог на роскошь. По факту это увеличенный транспортный налог. Автор инициативы – компания «Мерседес-Бенц». Иностранцы обосновывают свое предложение тем, что активно вкладывают деньги в российскую экономику. ТРАССА СТО ОДИН С середины июня в некоторых населенных пунктах Подмосковья максимально разрешенная скорость движения транспортных средств будет снижена до 50 км в час. Местные власти рассчитывают таким образом сократить число наездов автомобилей на пешеходов. Данные инциденты составляют более трети аварийной статистики в упомянутом регионе. Добавлю, что аналогичная норма, возможно, будет реализована и в некоторых районах столицы. Ведущие российские автожурналисты определили лучшие, на их взгляд, машины 2017 года. В номинации «Компактный городской автомобиль» первое место досталось Ауди А3. Звание большого и представительского городского автомобиля номер один получил Volvo S90. Hyundai Creta опередил всех в номинации «Компактный кроссовер». Наконец, внедорожником года и спорткаром года признаны Cadillac XT5 и Nissan GTR, соответственно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Продолжение следует...